Всем привет! Сегодня мы в Нижнем Тагиле. Давайте посмотрим, что представляет из себя этот город. Поехали! Нижний Тагил – один из крупнейших промышленных центров Урала. 1722 год считается датой основания Нижнего Тагила, когда была получена первая продукция – чугун. Город основан на династии Демидовых, которым до революции и принадлежали тагильские заводы. Здесь же был построен первый паровоз в России. На Нижнем Тагильском заводе в 1833 году был построен первый паровоз в России. В 1930-е годы город получил быстрый толчок роста. Здесь построили два индустриальных гиганта – Новотагильский металлургический завод и Уралвагонзавод. В годы войны город производил металл и танки для фронта. Пик роста населения пришелся на 1991 год. В городе проживало 439 тысяч человек. Но затем население резко пошло на спад, которое сегодня составляет 353 тысячи человек. Город потерял почти 100 тысяч жителей за 28 лет. Сегодня панорама города выглядит так. Крупнейшие промышленные производства – это Нижний Тагильский металлургический комбинат НТМК, Уралвагонзавод и Уралхимпласт. Уралвагонзавод – основной производитель танков в России. Говорят, что во время Второй мировой войны каждый второй танк Т-34 шел с этого завода. Помимо танков он производит и вагоны для поездов, как и заявлено в его названии. Совершенно логично, что в этом городе появилась крупнейшая выставка вооружений России, проходившая с 1999 по 2015 год. Город от нее значительно выигрывал. На выставку приезжали все – от американцев до арабских шейхов. Но с 2015 года выставка была перенесена в подмосковный парк Патриот. Почему сокращается население города? Все просто, люди уезжают, и на это есть несколько причин. Плохая экология. Выбросы местных заводов сказываются на самочувствии горожан. Это совсем не домыслы. Проезжая по промышленной части города, отчетливо чувствуется запах чего-то химического, напоминающего запах резины. Отсутствие конкурентных высших учебных заведений вынуждает молодежь переезжать в Екатеринбург или в Москву. Общее падение экономики в промышленном секторе и, как следствие, сокращение рабочих мест. Такая ситуация не уникальна. Подобное можно наблюдать и в американском городе Детройте. В городе три района. Тагилстрой. На его территории находятся крупные спальные микрорайоны и большие промышленные зоны. Дзержинский район. Стоит обособленно, практически город-спутник. В этом районе живет около 120 тысяч человек. Многие из них работают на Уралвагонзаводе, о котором здесь говорят просто «вагонка». Дзержинский район обладает самодостаточной инфраструктурой и удален от городского центра на 15 километров. Ленинский район, в который входит почти весь центр города. На центральных улицах можно увидеть сталинские довоенные дома, а также отдельные здания, сохранившиеся с 19 века. В Тагиле можно найти современные кварталы многоэтажных домов. Как, например, вот эти дома с подземной парковкой на Уральском проспекте. Также много частного сектора. Гордостью Нижнего Тагила является Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр, который построил на свои деньги российский ученый и предприниматель Владислав Тетюхин, вложив 4 миллиарда рублей. В центре работают около 60 врачей и за год проводится по 4,5 тысячи операций. К сожалению, такое уникальное учреждение не получает сегодня от государства поддержки и находится едва ли не на грани закрытия. Считается, что в Нижнем Тагиле много тюрем. Действительно, в городе 6 исправительных учреждений, в которых содержится 7,5 тысяч человек. Из общественного транспорта в Нижнем Тагиле автобусы, маршрутки и трамваи. Полноразмерных автобусов очень мало, их вытеснили маршрутки. Стоимость проезда 20 рублей. Ближайший городу аэропорт Кольцово расположен в Екатеринбурге, в 140 километрах от Нижнего Тагила. На машине ехать 2 часа. Трасса очень живописная, с частыми подъемами и спусками. На скорости 120 и выше можно почувствовать ощущение невесомости. Нижний Тагила кружен таежными лесами. Он находится на стыке Европы и Азии, поэтому обладает резкоконтинентальным климатом. Лето короткое, а зима бывает затяжной и морозной. Температура минус 30 воспринимается жителями Нижнего Тагила вполне спокойно. Зимой вокруг города работают горнолыжные курорты. Такие как Гора Белая и Гора Долгая, которые пользуются популярностью далеко за пределами Нижнего Тагила. Главный символ города – Лисия Гора со сторожевой башней на вершине. Отсюда отличный вид на весь город, а также на Демидовский музей-завод под открытым небом. Это предприятие проработало более 260 лет и было закрыто в 1987 году. Музей занимает площадь 30 гектаров. Экспозиции показывают основные стадии металлургического производства. Можно увидеть доменную и мартеновскую печи, водяную турбину и мостовой кран. Тагильский пруд и его набережная считаются любимым местом отдыха горожан. Набережная сегодня – это очень комфортное место. Здесь находится главный городской фонтан. Люди катаются на велосипедах, электросамокатах и просто гуляют. Есть даже площадки со спортивными тренажерами. Хоть купаться и запрещено, это останавливает далеко не всех. Вдоль набережной можно прогуляться от самой Лисей горы до Демидовской дачи. Музей-усадьба Демидовых была построена в первой половине XIX века. Усадьбу окружает небольшой парк, где можно погулять абсолютно бесплатно. На пруду можно прокатиться на пароме или катамаране. Насладиться панорамой города и окрестностями. Посмотреть на частные дома на воде и рыбаков. И, конечно, помахать рукой проходящим мимо катерам. В Тагиле появляются новые интересные объекты. Например, это здание-маяк. Отель Демидов. Несколько лет назад здесь был отель Парк Ин. Но после того, как Нижний Тагил потерял ежегодную военную выставку, поток клиентов спал. И Парк Ин ушел из города. В центре города парк развлечений с чертовым колесом. От которого идет каскадная лестница с фонтанами к цирку. Город находится почти в лесу. И если вы любитель охоты и рыбалки, вам здесь понравится. То же касается и дачников. Недалеко от города есть Уральская Венеция. Дачный поселок, стоящий на воде. Очень живописное место. Ну что, как вам Нижний Тагил? Пишите, что вы знаете интересного об этом городе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok